Депутаты из БПП обсудить тему представления генпрокурора решили на заседании фракции. А кроме этого, поговорить о судебной и пенсионной реформах. На свою встречу пригласили и премьера Владимира Гройсмана. Зачем? Об этом нам расскажет Наталья Савченко. Она на прямой связи со студией. Наташа, здравствуй, расскажи, что тебе удалось узнать и пришел ли премьер? Добрый вечер, студия. В эти минуты продолжается заседание фракции Блок Петра Порошенко. На нем также присутствует премьер Владимир Гройсман. Главный вопрос на повестке – пенсионная реформа. Фракция Блок Петра Порошенко приняла решение, мне кажется, одноголосно, поддерживать в первом учреждении пенсионную реформу от уряда. Мы сейчас продолжаем говорить о детях, о том, что мы осуществляем пенсии, про то, что миллионы украинцев, 9 миллионов украинцев отримают подвышение пенсии, кто-то на 100 гривен, а кто-то на 1000 и даже больше. Медицинскую реформу, говорят народные избранники, перенесут на осень. А вот обсуждение изменений в бюджет уже в самом разгаре. Распределяют немалую сумму. В этом году профицит бюджета – 27 миллиардов гривен. Кроме этого, 29 миллиардов конфискованных у беглого президента Януковича. Конфискованные деньги, так называемые Януковича, так и из общего бюджета будет идти на безопасность и оборону. Это и на строительство житла, казарм, малосимейок для офицеров и для солдат-контрактников. Это и строительство, и ремонт заводов, и строительство завода по производству боеприпасов. Это и камеры, это и оптика и так далее, и так далее. Это и дополнительное финансирование национальной полиции. Это и 4 миллиарда денег на сельскую медицину. До конца этой недели парламентарии планируют проголосовать пенсионную реформу в первом чтении. А уже завтра будут решать, продолжать работать в Верховной Раде или уйти на летние каникулы. На данный момент это вся информация. Студия. Наташа, спасибо за детали. Наталья Савченко рассказала о подробностях заседания фракции Блока Петра Порошенко. Субтитры создавал DimaTorzok